Забавная наука Кого-то ждет шок. Убегайте! Убегайте! Не надо тут бегать. Эта программа Забавная наука. Мы разгадаем загадку, какой бы пугающей она ни была. Сейчас у нас опасная ситуация. В море начинается шторм. На дворе темная ночь. Сильный шторм. А корабль Забавной науки борется с высокими волнами. Море волнуется вокруг нас. Утонул. Кажется, волны были слишком большие. Похоже, это работа для супер-черпака. Он соскальзывает. Я не могу достать. Нам нужно, чтобы что-то нырнуло, схватило корабль и вернулось. Что-то типа подводной лодки. Мне кажется, у меня достаточно много всякого мусора, чтобы собрать ее. Стрелок видит жертву. Она даже не знает, что он приближается. Ближе, ближе, еще один шаг. Ах, ты заплатишь за это, болвань. Когда вы трете ноги о ковер, вы собираете много отрицательно заряженных электронов. Если вы поднесете заряд к другому человеку, он перепрыгнет на него, и его ударит током. Это так называемое статическое электричество. Наверняка есть и другие способы использовать статическое электричество. Если я потру расческу о шерстяную тряпочку, я смогу зарядить ее. Если поднести ее к воде, струйка начнет гнуться. Моя заряженная расческа притягивает воду. А что будет с этими бумажками? Я даже могу сдвинуть пинг-понговый шарик, не касаясь его. Статическое электричество – очень мощная штука. Я не умею дышать под водой. По крайней мере, без трубки для подводного плавания. А у рыб таких проблем не бывает. Значит, в воде есть кислород. Мне кажется, его туда приносят растения. Я придумала, как я могу это узнать. Мне просто нужна парочка водных растений. Думаю, мама будет не против. Пока мои рыбы ушли в кино, я должу их аквариум. Я положу туда растения и прикрою их стеклянной миской. А теперь я сяду и буду смотреть. Вот, маленькие пузырики. В отличие от людей, растения дышат не кислородом. Они его выдыхают. Отсюда и эти маленькие пузырики. Они выделяются в воду, и рыбы могут вдыхать его. Отличный фокус. Вы можете представить рыбу с трубкой для ныряния? Ох уж эти маленькие пузырики. Как ни странно, они могут помочь нашей подводной спасательной команде. Я знаю, как сделать маленькую субмарину. Возможно, это поможет спасти наш корабль. Берете простой колпачок от ручки и прилепляете к его концу пластилин. Вы опускаете его в бутылку с водой и ловите пузырик воздуха внутри колпачка. Тогда подводная лодка будет делать все, что вы хотите. Я могу заставить ее нырять, а могу заставить подняться. Когда я сжимаю бутылку, я заставляю воду вливаться в колпачок. Пузырик сжимается, и подлодка тонет. Когда я отпускаю, пузырик становится больше, и подлодка поднимается. Но нам понадобится что-то большее, чтобы спасти кораблик. Я работаю над этим, и кажется, у меня есть идея. Жаркий день. Настало время прохладительных напитков. Ммм, это будет вкусно. Жаль, что тебе не досталось. Эй! Ням! Можно мне кусочек? Не-а. Ммм. Наука спешит на помощь. Давай поспорим на твое мороженое, что я смогу перенести воду из этого стакана в тот, не касаясь их. Я в этом сомневаюсь. Тогда можешь прямо сейчас распрощаться с мороженым. Сначала я увижу, как ты проиграешь. Я спорю на это. Хорошо. Я просто скручу этот кусочек в впитывающей бумаге. Смотри и рыдай, подруга. В этой бумаге много маленьких пустых пространств. Вода попадает в них и двигается по скрученному материалу. Деревья делают то же самое. Вот так вода попадает в кроны деревьев. Это движение называется капиллярным действием. Так деревья перемещают воду из корней вверх, в кроны и в листья. Посмотри, что у нас тут такое. Вода переместилась из одного стакана в другой. Апельсиновое, мое любимое. Сейчас я устрою извержение. Я не смогу сдвинуть горы, но все равно будет здорово. Начнем со старой бутылки. Засыпьте дно слоем соды. И немного блесток для красоты. Налейте четверть стакана уксуса. Смешайте его с жидким мылом, чтобы появились пузыри. И немного красной пищевой краски для эффектности. А теперь аккуратно налейте все это в бутылку. Отойдите, оно взрывается. Вот это мой вулкан! Один из самых знаменитых вулканов – гора Сейнт-Хелленс в штате Вашингтон в США. В мае 1980 года случилось мощнейшее извержение, камни от которого разлетелись на расстоянии 23 квадратных мили. Они свалили деревья в 17 милях от вулкана. Ученые говорят, что это случится еще раз, но они не знают, когда. Пора прятаться. И лучшее место под водой. Спасательная команда наконец-то доберется до самого дна своей проблемы. Я думаю, что поможет вот эта бутылка. Сначала я прорежу дырочки. Они впустят в воду, чтобы бутылка стала тяжелой и утонула. Нам нужен крючок, чтобы зацепить утонувшее судно. Я присоединю шарик к концу длинной трубы и вставлю его внутрь подводной лодки. Закрепите пластилином. Вот и все. Она готова. А теперь хитрая часть. Шарик должен работать в нашей подлодке, как пузырь. Надуйте его. Шар станет больше и поднимется на поверхность. Когда воздух выходит, шарик становится меньше, и лодка пойдет вниз. Кажется, можно начать операцию по спасению. Настоящие подводные лодки состоят из двух корпусов. Внешние оболочки и внутренние. Когда они хотят погрузиться, они закачивают воду в огромные цепи оболочками. Когда хотят подняться на поверхность, они выдувают воду сжатым воздухом. Ой, это была плохая идея. Она забыла молоко и печенье. Два часа на палящем солнце, и с молоком начинают происходить странные вещи. Тебе лучше это не пить. Надо, чтобы ей кто-то сказал. Ей это не понравится. Не делай этого! Ой, фу, оно свернуло. В тепле молоко сворачивается, потому что сахар в молоке превращается в кислоту. Образуются белые комки. Эти комки творог, а оставшаяся жидкость в сыворотках. Есть еще один способ сделать то же самое. Налейте в молоко немного уксуса. Это займет всего несколько минут. Кислота в уксусе заставляет молоко сворачиваться. На самом деле самое сложное, это избавиться от этого вкуса во рту. Свернувшееся молоко отвратительно. Возьми себя в руки, Дана. Сделай глубокий вдох. Именно это придется сделать спасательной команде, чтобы вытащить корабль. Наша подводная лодка достигла утонувшего корабля. Сначала тренировка. Если мы выпустим воздух из шарика, вода наполняет бутылку. Она тонет. Надуваем шарик, и она всплывает. А теперь проведем смелое спасение. Осторожно! Теперь немного вверх рамахнулся. Снова погружаемся. Получилось! Мы сделали это. Наше подводное спасение сработало. Отлично! Теперь посмотрим, сможем ли мы снова утопить корабль. Вот да! Увидимся в следующий раз. На русский язык озвучено по заказу ВГТРК в 2008 году. Субтитры создавал DimaTorzok